Добрый день. Меня зовут Екатерина Писарева. Я шеф-редактор группы компании Литрес. Сегодня на стенде со мной моя коллега Елена Тарасова. Она наш эксперт в направлении нон-фикшн. Добрый день. И сегодня мы будем разговаривать о такой насущной проблеме, как современная литература. Для начала, наверное, нужно определить, что считается сегодня современной литературой. Когда я училась в Лит-институте, это было 7 лет назад, было такое определение, что современная литература — это всё, что написано после 80-х годов. Но время идёт, и сегодня мы можем с полной уверенностью говорить, что современная литература — это литература 21 века. Всё, что написано после нулевых. И мы видим большое количество разных тем. Мы видим большое количество разных жанров, актуальных сегодня и отвечающих остро на какие-то новостные повестки, конфликты и прочее. И, наверное, мы по ходу нашей встречи всё проговорим, ответим на вопросы. Я призываю не стесняться, задавать их. Есть здесь помощник наш в зале, который принесёт вам микрофон. И я думаю, что мы поговорим немножко с Леной про современную литературу, а дальше уже обратимся к залу. Но для начала я хотела бы задать вопрос. Кого из современных авторов вы считаете писателем нашего времени? Можно пару ответов хотя бы, чтобы понять ваши вкусовые предпочтения? Дина Рубина, Дмитрий Глуховский, Евгений Водолазкин. Что интересно, вы назвали всех авторов художественной литературы. Но судя по статистикам, по аналитике, можно сказать, что вообще последние, наверное, лет пять художественная литература представлена в большей части нон-фикшн направления. Я хотела бы адресовать вопрос моей коллеге Елене, которая является экспертом в этой области. Что такое нон-фикшн литература сегодня? И почему она так популярна? Вот последние, мне кажется, лет пять-семь стало. Самый простой ответ на этот вопрос. «Потому что нам стало тяжелее жить». И, соответственно, чтобы жить хорошо, нам нужно понять, а как это сделать. Конечно, это можно раскладывать на многие-многие пласты, но сейчас я немножко вернусь назад и скажу, что современная нон-фикшн литература, безусловно, определяется временными рамками. То есть это то, что написано в 21 веке. Но, скорее, сильнее она определяется актуальными проблемами. Это про то, как сохранять устойчивость и спокойствие, как быть гибкими в постоянно меняющемся мире, как быть взрослыми, осознанными и самостоятельными людьми, в том числе финансово. И это тоже огромный пласт литературы. И здесь, наверное, важны не столько персонали, и, наверное, сложно будет подобрать какой-то огромный пул нон-фикшн авторов, которых всех знаком. Вот сможете ли вы назвать хотя бы одного? Стивен Пинкер, отлично, спасибо. Сапольский, да, чудесно. Не очень много. Вот, то есть не столько даже персоналей, сколько темы, которые они поднимают, и об этом мы подробнее еще поговорим. Ну, например, забыли назвать подсознание, может, всего одна из самых популярных книг последних нескольких лет Джона Кеха. Она, как и Ниссы, показывает какой-то сумасшедший рост. Богатый папа, бедный папа. Да, но Киосаки все-таки, по-моему, это в 90-х годах, мне кажется, написано плюс-минус. Она написана в 90-х, но популярность она не потеряла сейчас. Даже наоборот. Ну да, но если говорить про художественную литературу, то чаще всего она продолжает традиции классической русской литературы. И поэтому там все, по сути, страдают. А non-fiction говорит о том, что страдание — это не норма. Как перестать страдать. Да, как перестать страдать и начать жить. Собственно, мы в MyBook. MyBook — это подписной сервис, который входит в группу компании Letrez. Недавно сделали спецпроект на тему, что сегодня читать из современной литературы и как ориентироваться в трендах. И говорили много про какие-то направления. И что интересно, сегодня современная литература, будь то художественная литература или non-fiction литература, она представлена чаще всего женщинами. Несмотря на то, что очевидно, что классическая русская литература — это литература, написанная мужчинами, сегодня женские имена все громче звучат. Поэтому если мы будем говорить про тренды в художественной литературе и в non-fiction, один из самых очевидных трендов — это женские голоса. Если мы обратимся к истории, то мы помним, что какое количество времени женщины были на периферии общественного внимания, они не имели права голосовать, они не имели права на образование. И литература XX и XXI века — это литература, которая отвоевывает внимание от патриархальной какой-то культуры. Поэтому один из очевидных трендов XXI века — это феминистская литература, литература, написанная женщинами, литература, которая поднимает вопросы телесности, женской свободы и права, наверное, делать то, что тебе хочется. Я хотела спросить или предложить такую тему. Расскажи, в non-fiction литературе же мы видим то же самое, вот эти же женские голоса — это один из важных трендов. Что происходит там? Какие проблемы интересны в этой области? Совершенно верно. Я поддержу здесь женские голоса, безусловно, но еще в последние как минимум пять лет появился очень четкий такой тренд на бережное отношение к себе и на то, как справляться с типичными проблемами, которые чаще всего приписывают женщинам и от которых чаще всего и страдают женщины. В частности, синдром самозванца — это личные границы, про то, как ставить себя на первое место, про то, как выбирать себя, про то, как не терять себя в отношениях, как строить осознанные отношения в первую очередь. И это напрямую перекликается, и судя по совершенно зашкаливающей популярности книжки «К себе нежно» Ольги Примаченко, потрясающе, я горячо вам ее советую, это очень важный тренд для женщин, и такой литературы становится все больше. Ну вот интересно, что в художественной литературе все чаще развивается направление автофикшена. Автофикшен, если кратко сказать, это художественная литература на стыке биографии и вымысла. То есть можно сказать, что под стеклянным колпаком Сильвия Платт, это автофикшен. Там, не знаю, Кнаусгар и его шеститомник про всю его жизнь, выпущенные прекрасным издательством Синбад, это тоже автофикшен. Большое количество женщин начинают обращаться к своему прошлому, начинают говорить про это. Конечно, они говорят о том, что да, нужно к себе нежно, но есть какое-то большое количество разных проблем, социальных, политических, с которыми приходится сталкиваться каждый день. И вот про автофикшен интересно еще одно. Внутри автофикшена рождается направление про креатив райтинг, креативное письмо. Сегодня большое количество людей пытаются учиться писать художественные тексты, писать нехудожественные тексты, обращаться к своему прошлому, находить какие-то творческие импульсы внутри себя. Вот с креативным письмом, с нонфикшен направлением, что там происходит, на кого из авторов обратить внимание можно было бы? Ну, во-первых, можно посмотреть на те книги, которые составляют программу современных писательских курсов. Это Майя Богданова, например, в частности. Это в издательстве МИФ вышла книжка «Литературная мастерская». Там тоже про очень многие разновидности контента. Там про то, как написать текст для подкаста или как писать травелог, или как писать эссе. Вот это важно. Есть очень много вещей, которые вдохновляют писать. Очень много книг, в частности, «Элизабет Гилберт. Большое волшебство». Это не совсем новая книжка. Она вышла в России в 2016 году, то есть как бы приличное количество времени назад, но тем не менее. И отдельно я еще хочу, наверное, отметить такой большой пласт, как книги про то, как вести блоги, потому что блоги — новые книги сейчас в каком-то смысле. Ты можешь… Очень много издательств издают сборники текстов популярных блогеров. В книге вы можете пройти сегодня по выставке и увидеть прям целые как бы линии, посвященные этому. И здесь я, наверное, порекомендовала бы книжку Елены Сахаровой. Она называется «Пиши в блог, как Бог». И это очень здоровское руководство, как писать от сердца, как не стесняться показывать себя, как с помощью такой простой вещи, как буквально на посты в Инстаграм, открывать какие-то в себе новые стороны, новые ценности, как выражать себя, как находить единомышленников. Вот это тоже важная часть. Ну вот интересно, что многие состоявшиеся уже писатели тоже составляют какие-то руководства для начинающих авторов. Тот же там Филипп Ротт и его книга, изданная в издательстве «Книжники. Зачем писать?» или Стивен Кинг про книги. То есть большое количество книг про то, как писать книги. Это любопытно. Вот такая матрешка, кто был раньше писатель или тот, кто учит писать. Вот, но если говорить про автофикшн-литературу, то мы видим, например, если говорить из интересных таких вещей, книги, рожденные в блогах. Вот то, о чем ты говорила. Вот, например, редакции Елены Шубиной, они издали книжку художницы Кати Марголес. Называется она «Венеция. Карантинные хроники». Это такая книга, рожденная, по сути, в Фейсбуке. Когда случился пандемийный 20-й год, Катя Марголес решила вспомнить такую историческую память и вела 40 дней такой пандемийный дневник. И сейчас это все издано в прекрасном издательстве в виде книги. И это, конечно, очень удивительная, хрупкая, интересная проза, очень такая нежная, поэтичная. И вот любопытно, как книги сегодня рождаются фактически на наших глазах. То есть сегодня практически любой человек, который владеет словом, который обладает каким-то талантом, он может стать писателем. Нет ли в этом опасности? Это здорово. И мы будем здесь обсуждать современную литературу до скончания веков. То есть на самом деле, вот, понятное дело, что за один час мы просто не сможем рассказать вам про то, что сегодня интересно современному читателю. Но постараемся наметить какие-то направления. Вот смотри, о чем еще я забыла в нон-фикшн-литературе тебя спросить? Какие есть еще очевидные темы, которые мы сейчас не проговорили? Ты забыла меня спросить, например, про науку о мозге. Так, так, так. Так, так. Но я об этом расскажу чуть позже и немножечко сейчас апеллирую к тому аргументу про то, что становится все больше и больше писателей. Это здорово, как по мне. Это классно. И то, сколько здесь людей на выставке, говорит о классном большом интересе. И мы, собственно, сидим здесь на фестивале независимых авторов. Но тут надо писать книги чудесно, замечательно. Это способ выразить вас, выразить то, какие вы настоящие есть. Это способ поделиться с миром чем-то, что очень важно для вас. И мы, как литературные люди, как люди из мира книг, это более чем поддерживаем. Другое дело, что современному автору, помимо того, чтобы быть писателем, приходится быть еще пиарщиком, маркетологом, иногда дизайнером. То есть разбираться в огромном количестве вещей, помимо книги, для того, чтобы книга увидела свет и увидела своих читателей, собственно говоря. Вообще, мне кажется, что писатель сегодня — это такой должен быть публичный интеллектуал. Человек, который имеет четкий образ в медиапространстве. Человек, который умеет отвечать за свои слова и интересуется чуточку больше, чем собственными книгами. Это очень здоровское определение. Я его полностью поддерживаю. Не все подходят к нему, к сожалению. Ну, просто авторов очень много. Если даже смотреть на сам издат, то это огромный рынок, который растет с каждым годом. И там действительно есть хорошие авторы. Вот я знаю, что мои коллеги по Литресу делают премию для начинающих авторов, которая называется «Электронная буква». И ищут тех людей, которые еще не открыли издательства классические. Да. Давай я немножечко добавлю про то, какие еще у нас темы существуют в нонфикшен. Это очень во многом то, как устроен наш мозг. И то, как наш мозг определяет нас самих. То, какие ограничения мы себе ставим часто неосознанно. То, как эти ограничения обходить. Как, в принципе, как жить здоровой, радостной, счастливой, полноценной жизнью. И с точки зрения психологии, и с точки зрения нейронаук. Вот это важный пласт. В частности, здесь я бы посоветовала книжку, изданную в издательстве Альпина. Это Настя Травкина. Да, спасибо. Настя Травкина «Хомо мутабилис». Совершенно отличная книга. Она очень понятным языком объясняет про то, как устроен наш мозг, и как он нам помогает, и как он нам мешает, и как нам с ним жить. Второй момент, который мне бы хотелось отметить, я о нем уже коротко упоминала, это финансовая грамотность. Книги о деньгах нас вынуждают к этому. Обстоятельства, кризисы, предчувствия кризисов, пенсионные реформы, высокая волатильность, рубля. Все вот эти проблемы так или иначе принуждают нас к тому, чтобы мы становились финансово грамотными. И это здорово. Это дает нам больше контроля за своей жизнью. И здесь даже не знаю, очень много чего есть. Помимо классических руководств вроде богатого папы, бедного папы, который скорее может вдохновить вас на перемены, я бы советовала обратить внимание на литературу, написанную на русском языке и изданную в последние пять лет. Это, например, «Финдрайв» Глеба Архангельского, «Девушка с деньгами» Анастасия Веселка. И вот сейчас самая новинка тоже «Альпины» вышла. Это Семен Кибала, «Инвестор за выходные». Ты сказала про литературу, написанную на русском языке. Вот если смотреть на художественную литературу, то мы видим большое количество переводной литературы сейчас популярно в очень разных жанрах. Это может быть фантастика, фэнтези, это может быть детективы. Например, вот издательство «Миф» выпустили книгу «Клуб убийств по четвергам» британского комика Ричарда Османа. Вот как раз такие они продают ее здесь. Говорят, что это такой самый успешный дебютный роман после дебюта Джан Роулинг. И там продано какое-то сумасшедшее количество экземпляров, раз уж они здесь наши соседи. Но я хотела сказать про другое, про то, что мы видим большое количество литературы переводной. То есть она переходит к нам через премии, через какие-то события. Например, там история с Луизой Глик или Глюк. Мы вообще узнали, что есть такая поэтесса после присуждения премии. Или там вот, например, в этом году женскую премию по художественной литературе взяла Сюзанна Кларк с романом «Пиранези». И мы теперь говорим про эти книги. И огромный отдельный пласт в художественной литературе это азиатская литература. Вот, то есть, например, мы можем смотреть, там есть японская новая волна к нам приходящая, есть корейские книги, та же Ханган, есть вьетнамская литература. А вот что насчет такого экзотического, скажем, такого азиатского нон-фикшена или нон-фикшена людей, которые живут в каких-то экзотических странах, например, Индонезии. Вот, например, прекрасный писатель Эко Курниаван, индонезиец, рассказывает нам в своих романах про замечательную Индонезию в жанре магический реализм. А что с нон-фикшеном, вот таким переводным? С переводным нон-фикшеном, давай немножко сконцентрируюсь на Азии. Не могу сказать, что это какая-то определяющая часть, потому что все-таки большая часть переводного нон-фикшена приходит к нам из Соединенных Штатов Америки либо в меньшей степени Европы. Все-таки у нас как бы больше, просто больше книг переводят именно популярных авторов из Штатов. Оттуда они начинают свой путь по всему миру. Что касается азиатской литературы, там есть довольно специфический пласт руководств про то, как идти к своей цели и не сдаваться, несмотря ни на что, даже если тяжело, и как бы выкладываться на полную. Постепенно, кстати, этот тренд достаточно уже перестает быть таким тренда, потому что все немножко устали быть лучшей версией себя. Во всем мире хотят быть лучшей версией себя, надо сказать. Да, хотят, но параллельно с этим это «А можно теперь мы не будем умирать в процессе?» «А можно мы будем высыпаться, отдыхать, хорошо питаться, следить за своим психическим здоровьем» и так далее. Это здорово. В азиатской художественной литературе тема смерти, она вообще очень любопытная. Они иначе относятся к смерти, умиранию, как к переходу в какой-то другой мир. Они ее немножко поэтизируют, по моим ощущениям. Не знаю, как это в нонфикшене отражается, но вот это принятие, которое у них есть в художественной литературе, это определенный тренд какой-то. В нонфикшене это отражается с... Я вернусь к теме смерти. Я слышала, что издатели азиатских стран, которые являются мотиваторами, очень часто заканчивают жизни самоубийством. И к тому же это реально очень часто происходит, и мне кажется, что здесь является связь, потому что они сами не справляются с той же нагрузкой, которую нагружают других людей. И по сути дела появляется двойный вопрос о том, что есть ли смысл становиться лучше себя, или есть смысл продолжать быть самим собой и жить так, как тебе хочется? Да, спасибо. Поддержу. Это действительно не очень здоровый путь, когда человек, решив стать лучшей версией себя, абсолютно забивает на ограничения собственного организма. И вот как раз то, о чем я говорила, сейчас современная, самая современная нонфикшен литература как раз пытается найти некоторую золотую середину между тем, как все-таки достигать цели и становиться лучше, просто жить лучше, и тем, как бы так не загнаться, не свалиться в выгорание. В этом смысле очень примечательна история Бертрана Ларсена, если я не путаю его имя. Он как раз известен по книге, миф издал ее. Слушайте, то ли она называется «Будь лучшей версией себя», нет, простите, «Без жалости к себе» она называется. И сейчас, вышла она в десятых годах, и сейчас, спустя как раз десятилетия, выходит вторая его книжка, в смысле в переводе уже выходит, про то, как на самом деле человек себя загнал и к каким выводам он пришел на пути без жалости к себе. Так что вопрос золотой середины. Что касается смерти, действительно сейчас много литературы, которая так или иначе предлагает нам посмотреть на этот феномен с открытыми глазами. Мы ее боимся, мы ее отрицаем, мы не хотим об этом думать, но это важно. Важно, кому достанется ваше наследство. Важно, как будут жить ваши близкие без вас. Важно, что произойдет с вашим телом. Может быть, имеет смысл там завещать свое в последние секунды функционирующее сердце или еще какие-то органы для трансплантации. И это тоже важный вопрос. Пожалуй, вот так. Ну да, кстати, тема смерти, она стала очень актуальна в современной литературе. Даже если говорить про последний роман Виктора Пелевина, нашего единственного неповторимого, он рассуждает про мир будущего, мир баночного бессмертия, где ты сможешь, например, будучи богатым человеком, законсервировать свой мозг в какой-то банке, поместить его в подземелье где-нибудь в Лондоне и прекрасно контролировать жизнь, жизнь других людей смертных, которые будут обслуживать твое бессмертие. Тут мне хочется пошутить. Это уже было в Симпсонах. Где это только не было. Собственно, «Смерти нет» роман Татьяны Замировской, выпущенный в редакции Лены Шубиной. Тоже про мир цифрового бессмертия. Вообще тема смерти, мне кажется, после пандемии стала максимально актуальной и в художественной литературе, и в нон-фикшене. Например, «Земля Елизарова», которая взяла национальный бестселлер в прошлом году, она вся посвящена археологии русской смерти. Или если говорить про нон-фикшен, то это то, что делает антрополог Сергей Мохов в «Археологии русской смерти». Вот он издает журнал, он выпускает книги, как раз-таки пытается осмыслить, что же будет после. Мне кажется, что смерть сегодня это одна из таких центральных тем, и можно даже выделить бы ее в какой-то отдельный тренд, что ли. Пожалуй. Про то, как пережить, что делать дальше. Но вот мы разговариваем тут в таком формате диалога. Я отвечаю за художественную литературу, Елена отвечает за нехудожественную литературу. И мы можем очень долго говорить. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, мы могли бы конкретно на них ответить. Спасибо. Добрый вечер. Очень интересно вас слушать. У меня вопрос про автофикшен. Вы сказали, что это реальные события какие-то, которые произошли с автором, поданные в художественной форме. Но человек, который обладает талантом слова, писатель, есть ли у него в жизни, а наверняка в жизни у многих, были какие-то очень яркие события. Как я чувствую, наверняка многие из писателей пишут про них. Большинство, я так предполагаю. Получается, что практически у каждого автора есть одна либо несколько книг автофикшен. Или я не совсем правильно определила. Я пытаюсь понять, что такое автофикшен. Ну, автофикшен, многие, наоборот, пытаются оторваться, абстрагироваться от своей биографии и создают какие-нибудь нереальные миры. Например, тот же Дмитрий Глуховский. А автофикшен – это, может быть, какое-то одно событие, которое ляжет в основу художественной книги. Вот, например, последний роман, дебютный роман Оксаны Восякиной «Раны». Там сюжет очень максимально простой. Там молодая поэтесса теряет мать и едет хоронить ее прах в Сибирь. И по ходу вот этого почти метафизического путешествия она много размышляет о взаимоотношениях в семье, много размышляет о себе, о собственной телесности, об отношениях, о политической ситуации, размышляет про то, что она читает, потому что для многих авторов становится очень важным, определяющим то, что они читают из предшественников, например. И она берет реальное событие, произошедшее в ее жизни, и художественно его осмысляет. По сути, автофикшен – это художественное осмысление реальных событий. Я не читала эту книгу. Она написана от первого лица или от третьего? По-моему, она написана от первого лица. Вот в этом вопрос. То есть, допустим, если реальное событие, абсолютно реальное, написано от третьего лица в форме романа, это будет автофикшен или уже нет? Ну, тут грань такая тонкая. Мне кажется, что нужно смотреть на конкретный текст. Иногда писатели не любят, когда их относят к автофикшен писателям. Условно, Оливия Лэнг, про которую постоянно говорят в России о том, что она законодательница жанра автофикшен, она очень открещивается. Она говорит, может быть, биофикшен? Да, но автофикшен, вот эта вот рефлексия на тему себя, мне не близка. Критики все равно… Основанная на биографии. Но автофикшен как бы авторефлексия, авторефлексия. Вот такое. Спасибо. Тут, мне кажется, нужно спрашивать у писателей, но мы все, естественно, маркируем книги, как ты читаешь и пытаешься ее классифицировать куда-то, отнести к какому-то жанру. Вот на предыдущей встрече, например, кто-то спросил про фантастику, которая включает в себя еще смежные жанры. Вот, то есть можно не ограничиваться одним жанром, говорить, что там, например, я пишу фантастику, я пишу семейную драму фантастического характера и так далее и тому подобное. Если, например, зайдете в Литрес или в Майбук, вы увидите, что у каждой книги большое количество тегов. То есть либо это разные темы, которые в нее включены, либо могут быть разные жанры. Сейчас вообще такое, мне кажется, такая свобода, ты можешь писать на стыке жанров. Мы видим, что есть большое количество художественных книг, которые написаны на стыке с нехудожественным, то есть берут авторы какую-то реальную тему. Условно, писатель Саша Филипенко в романе «Возвращение во строк» рассказывает реальную ситуацию самоубийств в детских домах. Он мог бы из этого сделать статью, например, и отдать ее в «Медузу». Это пообзуждали бы пару недель и забыли. В такие дела. Да, или в такие дела отдать. А мог написать роман. И он решил осмыслить эту проблему того, что в России вообще-то есть карательная медицина, что в России действительно в некоторых детских домах лечат детей аминозином, нейролептиком, чтобы они вели себя хорошо, не доставляли неудобств. И он написал про это целый роман. Конечно, это не автофикшен, но это вымысел. Но это все на стыке художественно и нехудожественно. То есть сейчас литература дает массу возможностей делать практически все, что хочешь. Главное — делать талантливо, конечно. Спасибо большое. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо. Знаете, в школах сейчас распространена практика. Да и вообще она так все время была. Показывают классическую литературу, так как книги, которые древностью, наверное, в сто лет назад. Это максимально близкие к нам книги. Есть такие книги, которые вы посоветуете как классику именно новую? Новую классику. Хороший вопрос. Кто твой личный новый классик? Давай так. Слушай, ну я, наверное, так сама не смогу ответить на этот вопрос, потому что слишком много авторов, которых я уважаю, которых я читаю, которых я считаю, что нужно знать. Ту же Маргарет Эдвуд, которая, простите, считается основоположником такой феминистской литературы «Четвертой волны», но на самом деле она тоже открещивается от звания феминистки. Но ее рассказ «Служанки» невозможно не знать, если ты плюс-минус следишь за современной литературой. Кстати, в 19-м году Букеровскую премию взяла ее книга «Продолжение заветы». Если вы помните, первая часть была написана в 1985 году и произвела фурор. То есть она повторила свой успех, про это имя невозможно не знать. Я считаю, что, конечно, невозможно говорить о современной русской литературе и не вспомнить все-таки Владимира Сорокина. Можно к нему по-разному относиться, но это классик, который описывает нас лучше, чем мы все сами себя. Можно я тебе задам провокационный вопрос? А Пелевин? Конечно, Виктор Пелевин. Можно сто раз говорить, что он уже не тот, но то, что он делал в 90-х годах, навсегда вписал его в историю русской литературы. Конечно, это Людмила Улицкая. Конечно, это Мария Степанова, ее роман «Память и память», который был номинирован в этом году на Международную Букеровскую премию и который работает с темой исторического прошлого и осмысления частной семейной истории. и рассказ сквозь нее про весь 20-й век, про то, как на каждую семью влияли события глобальные, масштабные именно в плане событий, произошедших в стране. Конечно, нельзя не вспомнить Дмитрия Глуховского. Он тоже в чем-то был первооткрывателем. То есть таких имен большое количество. Татьяна Толстая. Она в последнее время, к сожалению, мало пишет, пишет рассказы, ведет в Facebook, но ее кысь была действительно событием. То есть большое количество писателей. Я не могу сказать, что кто-то... То есть мне кажется, что, например, Владимир Сорокин уже стал классиком, Виктор Пелевин — это уже классик, Дина Рубина — это тоже классик. Наверное, кто-то уже их изучает. Даже тот же Павел Санаев с его «Похороните меня за Плинтусом» вполне себе уже может считаться классиком. Он не повторил свой успех вот этого романа, но отчасти, кстати, можно сказать, что это автофикшн. Ну, много, наверное, авторов. Но интересно то, что вообще сейчас делали мои коллеги из «Новой газеты». они поднимали дискуссию на тему современной литературы и русской классической литературы. Как вообще читать современным школьникам художественную литературу, которая устарела, по их мнению? Ведь, по сути, время идёт, а программа литературы не меняется. Людские взгляды меняются с события, объекта, действия людей, но нового не входит в это. Все науки меняются, а почему-то литература остаётся именно золотого времени и серебряного. Ну, потому что есть ощущение, что всё-таки существует некий стереотип, будто бы современной литературы нет. Вот была классика, был золотой век, потом был серебряный век. Вроде как сейчас-то, ну а что могут современные писатели рассказать? Я очень часто сталкиваюсь с таким мнением, что, мол, что происходит сейчас, зачем? А ведь есть книги, которые очень важны. Например, в редакции Елены Шубиной есть... Я постоянно про неё вспоминаю, потому что это флагман интеллектуальной художественной литературы. И у них есть, например, серия «Актуальный роман». И они... Есть авторы, которые осмысляют и русско-украинский конфликт уже, и политические события, взаимоотношения России и Китая. Например, антиутопия Веры Богдановой про, собственно, русско-китайские отношения и про влияние травмы на жизнь человека. То есть очень разные темы, актуальные. Книги про Чернобыль выходят, книги, которые осмысляют наши события сегодняшние. Тот же Пелевин, он рефлексирует на тему того, в каком мире мы живём, даёт максимум каких-то маркеров, когда можно было бы понять, что вот это автор, который живёт с нами в один момент. Тогда можно ещё один вопрос задам? Вот вы говорите именно про последнее время, но ведь между этим временем и литературой, которая сейчас в школе, тоже было время. И там ведь тоже свои книги, которые к тому же имеют особый культ, то есть типа у них есть почитатели. Но почему тогда эти книги, которые уже прилежали какое-то время на полках истории, до сих пор не введены? То есть типа про них всё равно, до сих пор не рассказывают и до сих пор не почитают? Ну тут вообще нужно пересматривать канон и нужно пересматривать именно школьное образование. Мне кажется, что коллеги из Афиши недавно сделали прекрасный спецпроект про 20-й век, про то, что женщин в школьной программе фактически нет, что есть Ахматова, Цветаева, в лучшем случае Тэйфи и, не знаю, Зинаида Гиппиус. Согласна. При этом ещё к тому же некоторые женщины очень жестоко показывают. Ну нет, я не спорю, что там были жестокие женщины. Очень. Но в основном именно разбирается их жестокость, а не то, что они написали почему-то. Ну это вопрос, кто как подаёт информацию. И, конечно, я вообще мечтала бы, чтобы в уроке школьной литературы были введены авторы современные. Я знаю, что некоторые преподаватели, школьные, они включают в школьную программу каких-то современных авторов, чтобы просто выпускники хотя бы понимали плюс-минус, что такое современная литература. Там, не знаю, того же Шишкина иногда включают, Голковского, Улицкого. Но чаще нет. Чаще изучают то, что было раньше, забывая про то, что сейчас тоже много всего интересно. Тут, мне кажется, это проблемы школьного образования. Не знаю, что ты думаешь на этот счёт. Я думаю, что мы не поговорили о будущем. И давай сейчас к этому вернёмся. Про будущее точно не поговорили. Всё про прошлое, да, про смерть. Да, что-то мы про смерть и прошлое. Давайте о чём-нибудь хорошем поговорим. И пока у нас есть немного времени ещё, давай про будущее. Вот я хотела тебя спросить. Расскажи, пожалуйста, как в художественной литературе, как представлена тема будущего? Это антиутопии? Или, может быть, это какие-то, я не знаю, сладкие фантастические романы, которые основаны на современных трендах, так или иначе? Слушай, очень разные, очень разные тексты есть. Конечно, антиутопии тоже стали максимально популярны в последние годы. Их выходит большое количество. Это, кстати, и азиатские антиутопии. Это, например, полиция памяти Йоко Агавы, которая вышла в издательстве No Age Paliantria. Есть очень интересные антиутопии европейские. Есть, например, шведская антиутопия Osserixdotter про мир будущего, в котором существует некая полиция по ликвидации людей, превысивших жиромышечную квоту. То есть все полные люди будут истреблены. Писатели вообще любят фантазировать на тему того, каким будет мир будущего. Будет ли он безопасным? Будет ли это мир, в котором, например, будет существовать искусственный интеллект или искусственные друзья, как указывает Сигура в его романе «Клара и солнце». То есть очень разные темы. Это могут быть и романы, такие, что будущее – это на самом деле наше прошлое. Собственно, у Сорокина такое, что мы откатимся назад, капричнение. Или вот про того же Виктора Пелевина, о котором я упомянула в его романе «Трансгуманизм инкорпорейтед». Существует мир некого будущего, где России нет, где есть только доброе государство, победила такая, скажем, экологичная среда, там нет автомобилей, все передвигаются на повозках, запряженных лошадками. И вот такой тоже мир будущего может быть. На самом деле очень всегда интересно, как писатели представляют мир будущего и нас в этом мире. Будем ли мы что-то решать, или же мы будем, не знаю, порабощены инопланетянами. Там научная фантастика, тоже ее никто не отменял, она тоже осмысляет тему будущего. Тот же Лю Ци Синь, вот он как бы там думает про что, что альтернативные варианты. Там, правда, немножко все не про мир будущего, там все начинается с культурной китайской революции 60-х годов, но тем не менее. Вот, то есть очень разные варианты. С точки зрения Нонфика, мне здесь хочется, наверное, сказать, что это, безусловно, популярная тема, и очень много авторов исследуют тренды, исследуют какие-то этические сложности, с которыми мы сейчас сталкиваемся. И для успокоения души я бы, конечно, всем советовала читать Стивена Пинкера, потому что если вы целый день читали сводки новостей последних и полностью разочаровались во всем, то читайте Стивена Пинкера «Это все лучшее в нас», и вот только что вышла новинка «Просвещение продолжается», где он дает более позитивный взгляд, где он показывает о том, что мы стали дольше жить, мы стали лучше жить, качественнее жить, у нас больше помощи, больше возможностей, глобализация — это неплохо. Но, конечно, не все поддерживают его здесь, и очень много литературы сейчас выпускается, например, про искусственный интеллект. Это не только некоторые упражнения в художественной футурологии, про то, как у нас будут искусственные друзья, но это скорее про то, как сейчас искусственный интеллект может влиять на выборы, допустим, или на принятие решений, дадут вам кредит в банке или не дадут, от чего это может зависеть. Я бы советовала как минимум обратить внимание на эту литературу, просто потому, чтобы понимать, а что вокруг происходит. Другое дело, что здесь тяжело бывает отделить паникеров, давайте я использую это громкое слово, от по-настоящему взвешенных людей с доказательной базой, скажем так. Ты, кстати, сказала про паникеров, я вспомнила прекрасную нонфикшн-книгу, она как раз издана в Альпине, Козловского «Максимальный репост» про то, что нужно вообще-то понимать, какое количество фейков есть в интернете, и что нужно просто как-то информационную гигиену соблюдать. Всем советуем эту книгу, как бы горячо. Да, и про то, как не нарушать чужие границы в интернете, большое количество книг. Но это вот как раз-таки тот же тренд, наверное, что бережно к себе, осмысление того, что ты делаешь. Вообще, мне кажется, что литература сегодня постоянно задает человеку вопрос, а правильно ли ты живешь, а посмотри, как можно еще жить. Художественная литература говорит, смотри, вот тебе сценарий жизни, что может быть, если ты будешь вести себя так или иначе. Нон-фикшн литература говорит, смотри, как ты можешь сделать, как ты можешь применить вот эти знания. И как лучше не делать, потому что вот к таким-то последствиям это приведет. У нас осталось время на один-два вопроса. Да. Если что-то есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень было интересно послушать вас о новых течениях, о том, что существуют нон-фикшн и разные направления. Ну, это было примерно понятно, и я это вот слеживал, но я не буду вдаваться как патологоанатом в эту вот проблему, из чего она делится и так далее, и так далее. Мне вот вопрос к Екатерине. У вас прекрасное образование, литература, так я вот понимаю. Вы вот в курсе всех новинок, которые выпускаются, и очень интересно слушать от вас вот многое из того, что я, например, где-то краем урха слышал, читал и так далее. Это еще раз меня подтягивает к тому, что я очень мало знаю. Но вот у меня вопрос такой. При всем при этом, Екатерина, и у вас фамилия такая, вы знаете, вот, соответствующая... Писательская, да? А вы сами пробовали писать? Возможно, и написали очень много чего, просто вот обладать такими знаниями, может быть, и стоит, если этого не происходило, задуматься об этом. Спасибо. Ну, надо сказать, что я училась в литературном институте. У меня была специальность художественная проза. Вот, но в литературном институте дают просто прекрасное академическое образование, и когда я читала 5 лет замечательных авторов, мне стало стыдно самой писать. Мне кажется, что либо ты пишешь что-то гениальное, либо что-то хорошее, либо то, что ты не можешь не писать, либо ты не пишешь ничего. Вот, я могу не писать, поэтому я считаю, что лучше я буду читать других замечательных авторов, вот, и получать удовольствие, чем мучить других людей своей не очень талантливой прозой. Нон-фикшн, о котором я рассказываю, помогает справиться с этим, Катюш. Может быть, когда-нибудь я что-нибудь напишу, но пока... Нет, я пока была соавтором. Вот мы с Оксаной Восякиной делали книгу «Ветер ярости». Это поэтические тексты, это поэзия. Вот я немножко еще интересуюсь тем, что происходит у нас в современной поэзии, какие есть направления. И, кстати, могу сказать, что школьное образование, оно вообще не дает тебе понимания современной поэзии, потому что современная поэзия это вовсе не рифмованные тексты. Да, и я мечтаю, чтобы нам в школьное образование ввели хотя бы базовые какие-то уроки, чтобы рассказывать, что есть белый стих, верлибр, что абсолютно разные есть произведения, что не обязательно рифмовать тексты, идти на поэзию.ру и публиковать их, потому что есть абсолютно другие тексты, что есть Геннадий Айги, что есть Аркадий Драгомощенко, что есть поэтическая школа, что очень-очень много разных прекрасных поэтов современных с нами сейчас в одно время живут. Та же Елена Фанайлова, Ольга Седокова. Ну, то есть, мне кажется, что просто хотелось бы, конечно, больше уроков литературы в школе и расширения границ. Давайте последний вопрос у нас. Вот последняя рука в зале. Извините, пожалуйста, а вы могли бы повторить название книги с стихами, вот вы сейчас говорили? Ветер ярости она называется. Ну и самый последний. Здравствуйте. Здравствуйте. Я как раз-таки из такой школы, где изучали в одиннадцатом классе и Пелевина, и Улицкую. Это прекрасно. Супер. Вам очень повезло. И на самом деле у меня как раз-таки, вы просто так часто упоминаете Виктора Пелевина, у меня возник вопрос, что бы вы считали нужным изучать в школе у него, потому что мы изучали произведение ОМОН-РА, и, к сожалению, у меня большая часть моих одноклассников после этого отвернулись от этого автора, потому что посчитали достаточно жестокими некоторые моменты книги. Там нужно еще смотреть, конечно, на возрастную маркировку. У Виктора Пелевина, увы, многие книги содержат обсценную лексику и всякие жесткие описания. Конечно, можно обратиться к его ранним рассказам. Можно посмотреть... Вот, кстати, трансгуманизм, ну, конечно, она там должна быть маркирована 16+. Я бы не советовала начинать с трансгуманизма, я бы советовала начинать с ранних рассказов, частных рассказов. Затворник и Шестипалы, и потом постепенно мигрировать к Чапаевой пустоте. Пожалуй, так. Да, скорее так. На этом давайте мы закончим. Спасибо всем огромное. Мы были очень рады поговорить. Спасибо большое. Спасибо.